Валерия Монашова 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 Важна ли в этом вопросе медийность? Если вас уже знают, о вас говорят, и вы отправляете свой фильм на любой фестиваль, это даст какое-то преимущество? Я не думаю, что для фестиваля это даст преимущество. Это в карьере может дать преимущество позже, если ты уже каким-то образом известен благодаря твоей маленькой работе. А для фестиваля, мне кажется, совершенно не важно, какой твой предыдущий опыт. То есть там достаточно честно и объективно оценивается просто твоя работа анонимная. Спасибо. Борис, а вы как считаете, важна ли для начинающего режиссера медийность? Ну, наверное. А как ее сформировать-то тогда? Снимать классные фильмы, видимо. Видимо? Ну, медийность режиссера, она же формируется от продукта, который режиссер производит. Да. Ну, хоть если ты начинающий, у тебя нет продукта. Так а если он хороший? Если режиссер талантливый? Как заявить о себе? Ну, тактики все известны, мы сейчас об этом частично и говорим. Одна тактика — отправлять на фестивали, вторая тактика — стараться участвовать в показах, на которые приходят люди из индустрии. У нас, например, Московская школа кино, где я учился, они для каждого выпуска устраивают показ, куда приглашают продюсеров и отборщиков фестивалей. И при том, что мой фильм дипломный только начинает приглашаться на фестивали, но я намного больше фидбэка получил после того показа. И уже какие-то предложения и встречи, они оттуда пошли. Хорошо. Поэтому, короче, получается, что нужно правильно выбрать место, где учишься. Неплохой такой вот совет. Спасибо. Алексей, скажите, пожалуйста, какой, по вашему мнению, режиссер точно добьется успеха? Какие качества, может быть, он должен обладать? Ну, мне кажется, что режиссер, который обречет, вернее, человек, который обречет за успех, это, наверное, режиссер, который понимает, в первую очередь, что он делает, во-вторых, верит в то, что он делает и имеет в себе силы и терпение собрать команду и довести продукт до ума. Вера, вот вы говорите, тот режиссер, который слева, о вас же речь. Думаю, да. Логично. Да, логично. Вы считаете, что вы добились успеха? Успех, мне кажется, не измеряется, у него нет конечного результата. Ну, хорошо, но я, например, знаю лично по своему опыту, у меня очень многие друзья смотрели «Настя, соберись». Как, по вашему мнению, почему этот сериал произвел резонанс? Потому что, например, Лера тоже смотрела, и нам обоим понравилось. Да, очень хорошо. Спасибо. Почему резонанс? Ну, во-первых, темы там довольно откровенные выбраны. Мы постарались их снять, ничего не скрывая, говорили откровенно со зрителем. Мне кажется, в этом успех. В искренности. В искренности. Да, и открытости. Все-таки мы затрагивали темы, о которых, ну, у нас мало кто говорил, то есть открыто показывали какие-то вопросы, касающиеся открытия женской сексуальности. Много было про те вещи, о которых никто еще пока не говорил. Хорошо. А не страшно о таком снимать, если, грубо говоря, наш зритель не примет, ну, не понравится, не захочет он смотреть такое откровенное кино? Ну, как заинтересовать аудиторию с собой? Ну, мне кажется, это вопрос больше продюсерский. Мне не было страшно. Не было? Ну, конечно, мы же это обсуждаем. Вы в компании, когда собираетесь, уже разные темы затрагиваете. Ну, просто, если мы будем смотреть так, что вот у нас есть идея, мы понимаем, что эта идея может не зайти. Не страшно ли идти на этот риск, если идея может не зайти? То есть не факт еще, но вдруг. Нет. Почему? Ну, в плане, мы же смотрим так, что... Потому что рисковать надо, Ром. Нужно. Ну, мы же смотрим на то, что режиссеры все-таки хотят еще получать какие-то плюшки со своих работ. Деньги, гранты. Петр, как вы считаете, как нужно заинтересовывать собой аудиторию и своими темы? Своими темами? Да. Ну, как уже вот тоже в этом видео было сказано, все-таки работа для сумасшедших это. И что важно, мне кажется, про нее понимать, что какие-то два вида, что ли, энергии существуют. Либо активная, когда ты можешь вести за собой, либо ты можешь к чему-то присосаться. И вот мне кажется, режиссеру очень важно абсолютно точно доказать и повести за собой продюсера, прежде всего. То есть дело в хорошем продюсере? Нет, дело в вашей уверенности, в вашем замысле, который вы хотите показать продюсеру и в конце концов снять. И мне кажется, надо начинать с заинтересованности своей этой идеей, а не плюшками или еще чем-то так. А важен ли для режиссера бэкграунд? Бэкграунд? Да. Что вы имеете в виду? Грубо говоря, ваше детство. Опыт. Ваше детство, ваш опыт, который у вас был. А как же, это самое важное. Ну, про детство вообще говорить нечего. Мне кажется, мы всю жизнь будем заниматься детством, так или иначе. Вытаскивать оттуда какие-то детали, воспоминания. А как? Да, конечно. Да, конечно. А так, а с того фланга только. Вы можете передевать. Я хотел интересно общаться друг с другом, мы будем только рады поучаствовать. Раз так много режиссеров собралось, я немножко вопросик, что ли, задать. Кара зацепился за фразу про то, что режиссер – это сумасшедший, ну, такая расхожая, может быть, фраза. Про любую профессию можно сказать. Но я бы уточнял, на мой взгляд, режиссер – это для травмированных. Безусловно. Мне кажется, если у тебя нету какой-то травмы, желательно побольше насыпать туда, которая тебя как-то… Что? Если они травмированные люди, вы на этой планете… А у вас есть какая-то травма? Вы… Короче, если не насыпать побольше в этот чан, то потом не просто снимать как будто, да, и ничего… И не возникает вот этот огонь в глазах, про который ты говоришь, с которым ты приходишь к продюсеру. Борис, а у вас есть какая-то травма? Ну, я об этом, наверное, говорю. У меня есть зарезервированный час в неделю, когда я об этом разговариваю. Хорошо. У вас, как у продюсера, хотелось бы узнать, чем должен обладать настоящий продюсер, какие качества у него должны иметь, у него должны быть? Слушайте, ну, я бы сейчас вообще чуть-чуть, может быть, тема, русло чуть-чуть нашей беседы поправлю. А сначала отвечу на ваш вопрос. Я думаю, что продюсер – это человек, который в первую очередь видит то, что должно получиться. Потому что продюсер, например, в отличие от того же режиссера, единственный человек в проекте, кто с самого начала и до самого конца. Остальные приходят и уходят, а он должен будет поверить в это путешествие. Если мы говорим о полном метре, это минимум два года, это время, это… Если там я продюсер-фрик, я, например, предпочитаю присутствовать на площадке, то есть ты месяц, например, вообще дома не бываешь, бросаешь семью, детей, собираешь команду, которая на тебя тратит самое ценное, что у них есть, тоже время свое. Вот. Поэтому продюсер отвечает за конечный результат. Может быть, у режиссера получится, не получится, но продюсер видел сценарий и знает режиссера. Он принял решение о запуске этого проекта, все остальное – производное. У меня есть вопрос насчет этого. У каждого режиссера есть же свой стиль. Согласитесь? Ну, да. Юлия, скажите, пожалуйста, а как найти этот свой стиль? Прямо у всех его. Как раз, да. Прости. Знаете, мне кажется, на самом деле, что стиль, он не обязательно формируется у начинающего режиссера. Можно целую жизнь искать свой стиль, и многие этим и занимаются. И, честно говоря, не обязательно себя затачивать в какую-то рамку, особенно на начальном этапе, потому что хорошо попробовать разные жанры и разные стили, чтобы понять, что именно твое и что такое ты. И, собственно, продолжая, Борис, действительно, чем ты откровеннее делишься с аудиторией тем, что тебя лично волнует и что у тебя болит, тем ты и более интересен как режиссер. Поэтому тут не стиль важен, а важна степень откровенности, на которую ты сам душевно готов. Спасибо. Вера, а как вы считаете, стоит ли подстраиваться под мнение общественности? Даже если у нас уже есть какой-то свой почерк, свой стиль, даже если мы его ищем, нужно ли меняться? Например, под продюсером. Или если все вокруг кричат «нет». Ну, под продюсеров как меняться? Когда ты приходишь, и это проект продюсерский, который написан, продюсер у тебя выбирается, то есть совпадаете ли вы видением. На этом этапе уже отсеиваются режиссеры, которые будут сильно тянуть в другую сторону. Поэтому в этом процессе, я не знаю, как ответить на вопрос, ну, как-то минимально, когда ты уже выбран и будешь делать этот проект, то какие-то минимальные изменения, конечно, происходят в процессе. Ты их отстаиваешь, ты за них борешься, и потом череда компромиссов, и случается результат. Вот. Спасибо. Я бы, честно говоря, дополнила веру тем, что продюсер же тоже выбирает на основании каких-то критериев. Если он тебя выбрал за что-то, то, видимо, ты уже по каким-то параметрам подходишь, и твой стиль подходит более-менее. А дальше у тебя должно быть свое мнение. Потому что если ты прогибаешься, значит, ты теряешь то, за что тебя выбрали. Ну, то есть, конечно, есть какой-то компромисс, но важно сохранять свой стержень. А у нас уже появились вопросы из-за аудитории, самый первый. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то туториалы, благодаря которым можно подстроиться под любую аудиторию и заранее понять, что им понравится, а что нет? Нет. Давайте я сразу… Это такой неправильный вопрос. Да, но сейчас вот мое мнение, что вообще нельзя даже думать об этом, потому что ты заранее себя ограничиваешь тогда, если ты рассчитываешь на то, как понравится аудитория. Это прям путь точно в никуда. У тебя должно быть свое мнение, что сказать, и аудитории должно, по идее, понравиться, если у тебя честное выражение взгляда на какую-то тему. Ну, ты можешь не совпасть с какой-то аудиторией, совпасть с какой-то, но с помощью теуториала пытаться угадать, будет ли популярен твой продукт, ну, честно говоря, это не очень правильная, на мой взгляд, тактика. У меня есть гипотеза. Ну, то есть, продолжаю твою мысль, я абсолютно согласен. Но мне кажется, есть как бы два множества. Вот в одном множестве находится то, про что ты говоришь, режиссер, его идеи, его внутренний мир, его, скажем, честность. В другой области находятся интересы зрителей, в том числе потенциальные, о которых они не догадываются. И, мне кажется, как я себе представляю, задача продюсера – найти пересечение между этими штуками. То есть, снять что-то, что и режиссеру классно и интересно, но при этом попасть в аудиторию. И я, конечно, не доктор, в смысле не продюсер, но мне кажется, что есть всякие инструменты, в том числе очень простые, например, запросы в Google. Смотришь, какие популярные запросы по какой-то или иной теме. И ты можешь анализировать… Это правда работает? А? Это правда работает? Это работает. Я это просто могу утверждать как человеку, который старая работа, большой блок, который занимается обзорами техники и разбором разных технических тем. И один из способов для нас выбора тем для материалов – это просмотр, что людей интересует по тем или иным техническим областям. Понятно, что это не перекладывается там стопроцентно на кино, но, не знаю, правда, продюсеры не занимаются чем-то вроде маркетингового исследования? Во-первых, это, конечно, типичная режиссерская позиция. Существует два множества – зрители и режиссеры, а интересы продюсера как будто где-то в воздухе. Чтобы не было каких-то тревотолков по этому поводу, скажу, что кино в развлечении очень дорогое. И прежде чем продюсер даст режиссеру вдоволь поразвлекаться, он все-таки должен быть уверен в конечном продукте. Потому что он тратит большие деньги и, естественно, был бы совершенной глупостью не хотеть с этого заработать. Ну, то есть это какое-то странное разбазаривание денег, в том числе и государственных бывает. Поэтому я не считаю, что существует два множества, существует чуть-чуть больше. То, что продюсер должен соединить, конечно, то, что может понравиться аудитории, то, что делает режиссер, конечно, да. Существуют какие-то инструменты, но их много, их великое множество. И сама история, это может быть известная книга, может быть у вас очень известный каст, который точно вам приведет там какое-то количество зрителей. Но я могу сказать, что на сегодняшний день, во всяком случае в России и за рубежом, на сегодняшний день, мы же сегодня живем, ни один человек вам ничего не будет прогнозировать. Вы можете нанять маркетолога, который вам скажет, я вам все спрогнозирую, не верьте ему, он врун. Потому что сейчас ковидное время, сейчас все меняется. И сейчас, вот в данный момент, чтобы вы понимали, киноиндустрия как вообще, как индустрия под очень большой угрозой. И непонятно будет ли она существовать в таком виде, в котором существует сейчас. Поэтому вопросы того, насколько это интересно зрителю, конечно, очень важны. Конечно, очень важны. А по поводу туториалов, я вот пользуюсь, можно зайти, я очень люблю смотреть майки с принтами, в Эйчике, я не знаю, где еще. Там на самом деле по темам принтов можно понять, о чем народ сейчас говорит. Хорошо, спасибо. Петр, скажите, пожалуйста, режиссура, это все-таки работа или творчество? Есть ли между этим какая-то грань? Слушайте, ну, это, конечно же, работа. Потому что, как только что мы говорили. Ну, это же и творчество. Безусловно, но просто это действительно очень дорогое и сложное творчество, которое, в общем-то, для меня мой первый дебютный полнометражный фильм. Ну, это было что-то вроде катастрофы всей моей жизни просто, если честно. Почему? Потому что это было невероятно сложно. Я привык делать фильмы десятером с моими друзьями. Я за камерой, кто-то за хлопушкой, кто-то со звуком. Тут я прихожу, и на меня смотрят 60 человек. У каждого из них опыта вот настолько больше моего. И заставить эту машину поехать, заработать. Знаете, я как... С чем это сравнить? Я как будто, ну, генерал, который только вышел из учебки, он там где-то на каких-то двух учениях повоевал, но он ничего об этом не знает. И приходит, и там удалит полк. Давай, иди на войну. Поэтому... И это была основная сложность. Да, это была просто гигантская сложность. Мне кажется, только в середине процесса я как-то осознал, как это может быть осознал, надеюсь осознал, как это может и должно работать. И как-то все собралось. И к концу? К концу, к сожалению, к концу, да. Я начал понимать, как это работает. Поэтому я очень сильно поменял свое отношение к этой творческой профессии. И все-таки это профессия. Вера, а у меня к вам вопрос. Было ли у вас такое же чувство, что вы как будто генерал, который только вышел из учебки? Ну, конечно. Да? И что же это было? Ну, надо собраться, надо взять... Вера, соберись. Вот в голове у меня во время процесса всегда было. И надо было... Ну, там, кстати, классные просто были еще очень продюсеры, которые все время поддерживали. И с божьей помощью справились. Кстати, в защиту продюсерского цеха, если бы вы были у меня, вам бы не было так сложно. Я работала с Лешей, и дважды могу его прорекламировать. Прекрасный проект. Пожалуйста. Где не возникает вопросов, что ты занимаешься творчеством? Алексей. Да, спасибо. Так же. А у нас появился еще один вопрос из зала. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько серьезными могут быть последствия и неудачи? Да все, человек, наверное, зависит. Неудача – это часть профессии, особенно в кино. Ну, а как же с ней справляться? А? Ну, как же с ней справляться? Такие высокие надежды на это возлагаются? Ну, не знаю. Разные способы есть. Можно напиться, можно с друзьями встретиться. Не знаю. Наверное, разные есть. Ну, и что? Ну, бывает. Жизнь продолжается. А если вы боитесь неудачи во время процесса? Вот как Петр сказал, что все оказалось трагедией в начале. Как с этим справиться, Клим? Ну, я испытываю неуверенность практически на любом своем проекте, особенно если он большой. Особенно если привлечено много людей, более уже солидных, работающих в индустрии. Просто, мне кажется, для режиссера нужно еще обладать рядом актерских навыков, для того, чтобы сквозить для команды непрерывно уверенностью, осознанностью в понимании своей работы. Даже если внутри, в голове у тебя полный хаос, как было у меня на дипломном проекте, где я, в принципе, уже в какой-то момент перестал верить, что смена эта кончится, проект будет завершен, и мы сможем это сделать. Но внешняя улыбка, как бы, подергивающаяся. Вы смогли подерживать. Ровный взгляд, да. Это работает. Нервный рабочий смех. Да. Были ли у вас кумиры на пути становления режиссером? Ну, я ни одного режиссера не встречал, у которого их бы не было. У меня тоже были свои. Это больше, наверное, к европейскому кинематографу, таких современных режиссеров, как Гаспар Нуэ, Ксавье Далан. То есть, что-то более авторское, экспериментальное. Те режиссеры, про которых я не понимал, где они находят финансирование. Потому что, как бы, в российских реалиях ничего такого, в принципе, не встречается. А если встречается, то очень редко, вот даже до сих пор. Это, скорее, вот находки. Те продюсеры находятся, которые могут глядеть глубже в проект, чем в некую просто коммерческую машину. Те, которые, наверное, сами свои некие творческие амбиции тоже имеют, реализуют и как-то преобразуют свой стиль. Ищут в режиссерах таланта. Юля, а у вас были кумиры? Вообще, я, честно говоря, не очень этот вопрос люблю. Мне просто в целом нравится кино. У меня дикое множество режиссеров, которые мне нравятся. Ну, я привыкла отвечать, что мне нравится Пол Томас Андерсон, но он, естественно, не единственный. София Коппола мне нравится. То есть, ну вот, у многих людей мне нравятся и темы, на которые они высказываются, и стиль. Про темы. Борис, скажите, пожалуйста, если сейчас сняли уже практически обо всем, чем только можно. Кто такой Борис? Это я. Да. Я смотрю, пожалуйста. Да, простите, пожалуйста. Может быть, вы хотите... Нет, нет, я вам задавал. Пять же, пожалуйста. Где брать сейчас свежие идеи? Ну, можем по очереди. Но, не знаю, нас учители что из окружающей действительности? В смысле? Ну, есть версия, что жизнь многогранна. Красотский. Ну, на самом деле, не знаю, из моего личного такого, ну, банального опыта, я недавно приехал там в один район Москвы, ближе к центру. И когда ты год, допустим, в основном твоя рутина устроена вокруг каких-то центральных улиц, ты вдруг по делам на метро доезжаешь до рукого спального района, ты оказываешься в совершенно другом пространстве и смотришь на него по-новому, несмотря на то, что ты там провел детство, много времени. И мне кажется, этот опыт, ну, взгляд ребенка можно назвать, он применим к разным ситуациям, разным пространствам, где ты оказываешься. И если ты зацепляешь какие-то темы, детальные нюансы, то это круто. Из этого может родиться кино или кусочек кино, или идея, или замысел. А если идею уже реализовали, не страшно повториться или быть неуслышанным, потому что у кого-то получилось это лучше? Ну, сейчас у нас вообще время каких-то перезапусков, петли и спирали, точнее сказать, да. Наверное, это даже интересно чем-то. Смотря когда сделали. Знаете, бывает же, продюсеры тоже знают, что бывает, что одновременно много компаний работают над какими-то смежными темами, и там с разницей в три месяца выходит близкий проект. Слушайте, есть вообще такая теория, что все, о чем мы думаем, существует. Если мы думаем о инопланетянах, значит и не есть. То есть как бы мысль сама по себе не берется. Ну, то есть, да, очень часто, что пришел, придумал, там, выбежал из кустов, размахивая трусами, придумал, а там уже пять картин снимается на эту тему. Ну, бывает. Ну, что делать? Ну, в каждой теме можно покопаться, найти что-то новое. Но есть же совсем избитые темы. Например. Любовь, семья. Например, да. Ну, это базовое понятие, на котором строится все наше человечество. И даже если пойдет три тысячи лет с этого момента нашего разговора, все равно люди будут любить и заводить семьи, потому что это наше предназначение человеческое. И на это все равно будет интересно смотреть? Конечно. А вот, если, например, мы будем брать историю Золушки. Прекрасный принц спасает принцессу. Это тоже достаточно избитая тема, но нам почему-то нравится на нее смотреть. Как долго еще на нее будут выделять финансирование? В плане, очень же много проектов об этом снято. Почему продюсеры соглашаются снимать еще и еще? Ну, во-первых, каждые 10 лет обновляется поколение. Американский пирог можно через 10 лет снова запустить. С новой серии. То есть все в порядке, все будет нормально. Будет работать. Прямо того, это очень мотивирующая же тема. Это известная тема про андердога, человека, который обладает талантом, но своим упорством и долгим каким-то путем наконец получает то, что, по идее, заслуживает. Это очень мотивирует людей смотреть на это. А про повторение как раз. Как избежать вот этих вот ошибок новичков? Ну, нет, нет такого. Есть понятие архетипичной истории. Так же, как и архетипичный герой. Они были, есть и будут. Вот. Никуда не денешься. Это он настолько индивидуален у каждого, как вот есть мнение, что дать один и тот же сценарий разным режиссерам, они снимут абсолютно разные фильмы. Это правда. Потому что ты все равно через, даже историю Золушки, ты через свой личный опыт проносишь. Вот именно через свое детство, юность, вот это вот все. И своими микро-маленькими деталями снабжаешь это настолько, что это уже неузнаваемая история Золушки. Тут важно скорее, наверное, если попытаться ответить на вопрос, который заключается, видимо, в том, чтобы, а как не сделать так, как уже сделали все? Видимо, вот надо пытаться индивидуален у каждого. Мы в этом вместе с тобой, да. Да, если ты делаешь какую-то архетипическую историю, а на самом деле там большинство сюжетов, которые мы сваливали, они на них основаны, то важно именно пытаться не сваливаться в клише, то есть не повторять детали, которые ты видел уже где-то. Допустим, у тебя приходит какое-то решение сцены, и первая идея, как показать, что мужчина и женщина расстались, она выбрасывает кольцо со своей руки, да, и надо задуматься вопросом, ага, в каких фильмах это уже было? Может быть, это же слишком избитый, может быть, надо придумать следующий ход. Или третий, или четвертый взять. А у нас появился еще один вопрос из зала. Пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Какие вообще моменты в профессии режиссера, продюсера вот, ну, бывают не такими, ну, неприятными, но крайне необходимыми, то есть вот на ваше вообще, может, какое-то внутреннее состояние психологическое, то есть, ну вот. Мне кажется, я за всех отвечу, хотя, может, и не за всех, но самое непри... Ну, давайте так, в работе продюсера самое неприятное увольнять людей. Нет, я сейчас... Ну, это необходимо. Это необходимо. Такое бывает часто, что ты собрал команду, начал работать и понимаешь, что у тебя в одном месте есть шероховатость. Ты хочешь, чтобы проект прошел хорошо, чтобы люди трудились, они занимались какими-то посторонними вещами. Если ты понимаешь, что этот человек тебе будет такой занозой, то лучше, конечно, от него избавиться. Не потому, что он там плохой или хороший, нет таких категорий. Просто есть, что он не вливается в конкретную команду. И, к сожалению, приходится расставаться. Это самое сложное, но это нужно делать. Петр, а если говорить о режиссерах и неприятных аспектах работы именно в режиссуре, что вы можете сказать? Хотя бы на своем опыте. Да. Хотя бы на своем. Имена. Фамилии. Фамилии, имена. Слушайте, ну, во-первых, как ни крути, даже сейчас я там говорил, что я там страдал, помирал. Ну, в общем-то, наверное, лучше этой работы придумать невозможно. Все, кто туда попал и зацепился, мне кажется, при всех каких-то там разговорах, которые, естественно, будут, это счастливые люди. Потому что, в общем-то, уникальная, не знаю, возможность прожить какую-то уникальную, действительно, жизнь представляется в той профессии. Вот. И поэтому неприятные моменты, я бы сказал, что там все состоит из каких-то тяжелых, да, моментов, и творческих, и профессиональных. И вот эта необходимость постоянно держать команду в тонусе, постоянно быть тем самым генералом, да, без боевого опыта, который действительно делает, может быть, иногда хорошую мину при плохой игре, но это просто необходимо, чтобы пройти какие-то определенные ситуации, там определенные смены, не знаю, ночные, какие-то очень трудные. Вот. Это просто, мне кажется, очень тяжелая профессия, но слово неприятное, наверное, к ней не относится. Вера, читать много надо. Читать? А, например, что? Деньшка, неприятная профессия, читать много. Я бы рассказал, что читать надо бы больше, чем смотреть. Да. Потому что, как раз, чтобы не накапливать этот лишний багаж, багаж визуала, который ты захочешь... А читать литературу художественную или какие-то... Ну, я вот сейчас вообще больше читаю. Газеты, например. Да. Можно же многое читать. Все в комплексе, мне кажется. Так или иначе, да, хоть возьмите историческую книгу, но это будет все равно про человека, про ситуации, которые там были тысячу лет назад, будут через тысячу лет, поэтому, мне кажется, абсолютно... Ну, кстати, к вопросу о газетах, тоже советик, который я услышал на каком-то мастер-классе и пользуюсь сейчас, это следить за новостями с происшествий. Да, абсолютно. Мой фильм взялся с происшествия. Причем желательно, не какие-то мейнстримовые издания, а подписываться на региональные какие-то паблики небольшие, и там куча каких-то потрясающих ситуаций возникает, из которых потом может что-то родиться. Федор Михайлович все газеты просто шерстил постоянно в поиске слева-чура рассказа или романа, конечно. Хорошо, у нас, допустим, есть идея из газеты, у нас есть команда, а где искать финансирование на свои проекты? С чего нам, в принципе, надо начинать? То есть, нам нужны деньги, надо их откуда-то взять, и нужно с чего-то начать, помимо сценария. С чего начинать? Вера? У меня такой опыт, я сейчас буду говорить, у меня опыт, я просто в какой-то момент поняла, что я не могу не снять это кино, просто ты понимаешь, что ты не можешь этого не сделать, а денег нет. Ну, начинаешь, открываешь телефон, записную книжку, начинаешь звонить более обеспеченным друзьям, чем ты, там 100 тысяч, здесь 200, раз, и у тебя полтора миллиона долгов к концу твоей мечты, когда ты ее реализовал, и потом сидишь и думаешь, как теперь с этого счастливой, но с долгами, ну, как бы, видите, вы не только спросили, человек, а может кто-то еще другой опыт имеет. Алексей, вы как считаете? Ну, я считаю, что точно надо начинать не с команды, я думаю, что сценарий, дальше надо попытаться заинтересовать, естественно. Самое сложное найти первого, вот, никто не хочет быть первым, то есть, когда вы уже найдете там первого инвестора, уже вторые-то быстрее подтянутся, но вот первое заинтересовать всегда сложно, все боятся, все переживают, все вкладывают свои деньги, естественно, куча напуганных инвесторов частных, вот, но у нас есть вполне себе легитимные средства для поиска инвестиций, есть Министерство культуры, которое с этого года очень неплохо поддерживает дебюты, и вообще дебютантов, и они вот в этом году перед питчингом дебютантов, они организовали даже трехдневные курсы по питчингу, чтобы просто научились люди представлять свой проект, потому что они с этим сталкивались, что дебютанты выходят и не могут рассказать о проекте, выходит, сюжет начинает, Артем пошел Косте, там вообще никому это не интересно, 60 проектов за день, а там Артем пошел Косте, поэтому найти партнера, найти режиссеру, надо естественно с продюсером начать. А бывает такое, что инвесторы, люди, которые вкладывают деньги в твой проект, лезут в него, пытаются изменить, ну это бывает, всякое бывает, как договоритесь, все как договоритесь, вообще здесь все про отношения, нету здесь ничего, никаких формул, никаких, то есть если сейчас вы вдруг надеетесь, что поговорив с нами, все поймут, как снимать кино, вообще, если бы это было, то уже наверное происходило, нету рецептов. Ну вот мне кажется, если бы я сейчас пошла первый раз снимать, уже зная что-то про то, как все устроено, я бы еще больше снимала бы во время обучения, каких-то коротких этюдов, которые бы переросли в пакет некий, и когда я с этим пакетом этюдов и коротких каких-то форм совсем пошла бы уже к продюсеру, он понимал, на какого режиссера он может потратить свои деньги, то есть у меня есть сценарий, и есть небольшое портфолио, то есть пока ты учишься, ну действительно нужно как можно больше снимать, как бы это страшно не было, с друзьями, бесплатно, сейчас же даже на телефон можно что-то снимать. А если у меня еще нет такого статуса режиссера, ну вот нет, учился, я только начинаю, есть просто задумка, хочу снять фильм. А мне поверят? А вы не снимаете во время обучения? Ничего? Снимаем. Ну вот если я имею в виду, я не режиссер, но хочу ему фильм снять. Я режиссер, вы уже снимаете. Так, хорошо. Вы режиссер, но не знаете об этом, я ракету. Если вы уже снимаете, вы уже режиссер. Хорошо, а что тогда мне это даст? Ну, грубо говоря, на фестивалях, на тех же, что в принципе может дать статус режиссера в глазах других? Режиссер, это профессия, говорили, это не статус. Ну, хорошо, кто эту профессию может дать? Вот я говорю, я режиссер, гордо. И что дальше? Да. Юля, как вы считаете? Я просто не совсем понимаю вопрос. Ты говоришь, что ты режиссер, чтобы получить деньги на свой фильм, да? Но никогда ничего не снимал, кроме этюдов. Ну да, например. Я не представляю, ну, то есть я не знаю. У меня такого опыта нет, я снимала короткометражки на свои, а потом полный метр уже, да, я писала бесчисленные письма миллиарду продюсеров, чтобы найти одного и с ним пойти в Минкульт. И это требовало колоссальной настойчивости, поэтому, наверное, можно такую же стратегию и к короткому метру применить, но там я даже, ну, мне казалось, что это очень странно будет. Ничего не снимал, есть сценарий, пожалуйста, дайте денег. Поэтому, ну, примерно так же, как Вера обзванивала и собирала на первый. А как заинтересовать собой своей идеей большой продакшн? Клим, мне кажется, надо просто самому ей гореть, самому быть этой идеей заинтересованным, как бы, если ты начнешь говорить о ней, это уже будет заметно, что ты источаешь этот энтузиазм. Чаще всего вообще такие вещи, как коллаборации, происходят через личный контакт. Очень редко у меня случилось, когда отправлял письмо и вдруг получал утвердительный ответ, идея классная. Нет, сперва проникают с тобой, как с человеком, как бы, прощупывают, насколько ты имеешь внутренний материал, потенциал, силы, да, энтузиазм на то, чтобы сделать что-то крутое. То есть здесь играют по штуке. Ты сам своя собственная визитка. Какая не идея. А у меня был, я однажды отправил сценарий на конкурсы и через полгода снял короткий метр. Блин, это редко, скорее. Наверное. Ну, короче, конкурсы, наверное, они тоже работают. Нет, все работает, ребят. Вообще, вот, да, давайте я вам скажу более обширный ответ. У нас есть компания, партнеры Синепрома. Так вот, ребята вообще сделали прикольную тему. Они собрали все конкурсы в мире, которые есть, все сценарные лаборатории. И там ты можешь дорабатывать свою идею на разных стадиях. От вообще отсутствия единой буквы на листе, то есть просто с идеей ты идешь, там есть какие-то стойки, вплоть до того, что ты уже с готовой идеей ищешь финансирование. У нас сфер подходит к концу, и я бы хотела напоследок у каждого или кто хочет высказаться. Ваш совет, как стать все-таки нормальным и классным режиссером? Очень кратко. Вот у меня совет, который мне лично помог несколько лет назад. если вы сомневаетесь в том, есть ли талант у вас, перестанете это делать, потому что мне сказали, талант – это решение. Эта фраза мне дико помогает, потому что это реально от вас зависит, талантливый вы или нет. Это настойчивость и страсть к тому, что вы делаете. И обязательно тогда все получится. Спасибо, Борис. Как бы не сказать какую-то банальность, копить травмы, наверное, собирать. Возвращаясь к нашим детским травмам. Клик. Из чего обращаюсь, как ответить на вопрос, потому что передо мной не стоит вопроса выбирать режиссуру или что-то еще. Как стать им? Как стать? Полерить в себя. Если не верить, может и не надо. Ты это хочешь сказать? Да. Просто ты себя определяешь режиссером уже, мне кажется, давно заранее. как бы это начинает прослеживаться, как у меня, допустим, в детстве в организации каких-то проектах, ютуб-съемок какого-нибудь дебилизма, маленьких коротких метров. Понятно. Спасибо. Петр. Мне кажется, надо действительно, я сейчас говорю не в принципе про профессию, а даже про замысел, за который ты берешься, надо сесть и взвесить, знаешь ли ты об этом хоть что-то, чтобы не было потом очень сильно больно. Хорошо, спасибо. Венера. Мне кажется, есть один путь, это надо снимать и снимать как можно чаще. Самое страшное это начать это делать. Потому что даже в очень короткой форме в этюде ты думаешь, что есть такой мем, планета, и точно такая же планета, это мир до твоей короткометражки и мир после твоей короткометражки. Это очень страшно. Надо больше снимать, и эти страхи будут уходить, и найдешь свой язык, форму. Спасибо большое. Алексей. Ну, я абсолютно согласен с высказыванием, что талант это 10% данного от бога и 90% трудолюбия. Я думаю, что, не являясь режиссером, но мне кажется, режиссер это именно тот человек, который умеет и любит трудиться. Спасибо большое. На этом все. Наш эфир подходит к концу. К сожалению. Спасибо нашим гостям за такую интересную беседу. Надеемся, что нашим зрителям было интересно, и эти советы были полезны, потому что нам было точно интересно. Это ток-шоу «Индустриальные среды». До свидания. До встречи. До свидания. До свидания.